Хороший работник – это почетное звание. А плохой – это диагноз. Либо делай хорошо, либо вообще не берись. Золотое правило любого успешного начинания. Когда, казалось бы, голова соображает и руки растут из правильного места, но все идет наперекосяк, возникает один и тот же вопрос – как и зачем? Случайности, конечно, не исключены. Но спешка, невнимательность, халатность и банальная лень зачастую приводят к неожиданным и плачевным последствиям. В этом видео мы расскажем вам о том, как не нужно делать. Готовы? Вашему вниманию доска почета самых плохих работников. Одно из основных правил плохих работников гласит – с утра выпил, весь день свободен. непонятно, кто торопится сильнее – водитель фуры или оператор погрузчика. Но расходы, видимо, они поделят пополам. Хочется верить, что цемент придется везти недалеко, и он не успеет застыть по дороге. Сложно понять – это борьба с нелегальными парковками или все-таки были проблемы с закуской. Очередной пример неправильных расчетов и неумелого использования техники. Не удается просверлить отверстия в стене. У вас всегда есть под рукой молоток. Появились морщины? Вам помогут грязевые маски. Для того, чтобы помыть гусеничные экскаваторы, оказывается, тоже нужны специальные навыки. Яркий пример того, что машину лучше не парковать, где попало. Лучше меньше, но чаще. Этот парень явно пренебрег этим правилам. Неожиданно появились проблемы с канализацией? Мы вас не потревожим. Наверное, каждый человек мечтает, чтобы у него дома был собственный фонтан. Хотя фонтан фонтану розни. Еще один пример того, что машину лучше парковать в специально отведенных местах. Да, придется немного пожить на улице, но дрова для костра уже есть. Идея дизайна кухня-студия родилась примерно так. Этот парень вряд ли ожидал такого развития событий. Но благо, обошлось без травм. Извините, мы оставили вам небольшую царапину. Вернемся, все компенсируем. Любая машина считается машиной, пока в ней есть рабочая подушка безопасности. Попасть в дом к Санта-Клаусу в этот раз будет намного легче. Вечера у костра под открытым небом, видимо, ожидают и этих ребят. Так, быстро разгружаемся и погнали. Там футбол через 20 минут. Список дел на день. Вымыть салон, вызвать автоэлектрика. Ребята, поделитесь контактами антиплиточника. Интересно, а помыть стекла без воды этот парень тоже сможет? Тот случай, когда ты пропустил урок в автошколе на тему радиус поворота. А вслед за электриком, судя по всему, придется вызывать и сантехника. Странно, говорили, что оно противоударное. Гарантируем, все будет сделано идеально ровно. Вам понравится. Еще один неприятный случай, когда спешка и неправильные расчеты привели к фиаско. Странно, и это стекло почему-то оказалось непротивоударным. Замените мне, пожалуйста, аккумулятор, и крыло там слегка подкрасьте. Не волнуйтесь, разгрузим быстро, секунд за 10. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. А кто-то останется без обеда. Причем он будет в этом не одинок. Вы так проголодались, но готовы были ждать полтора часа ради этой красоты? Потерпите, скоро принесем новую. Мне, пожалуйста, рыбу и пластмассовые спагетти. Смекалистый сантехник, видимо, действовал четко по чертежам. Страшный сон любого стажера в первый рабочий день выглядит именно так. Еще один пример пренебрежения техническими требованиями к перевозке грузов. Результат вы видите сами. По-видимому, план разгрузки этих досок изначально выглядел иначе. Некоторые простые строительные работы все-таки лучше делать вдвоем. Народная мудрость гласит, у семи нянек дитя без глаза. Тот случай, когда, казалось бы, проблема решена, но резко появляется другая. Ну, едет себе и едет. А то, что покрышки слегка стерлись, так это не ко мне. Так, хотелось поваляться на диване, но, видимо, не сегодня. Подскажите, у кого-то есть контакты хороших ребят по установке кондиционеров? Когда ты понимаешь, что все идет не по плану, записываться в автосервис нужно уже сейчас. Не переживайте, разгрузим быстро, секунд 10-15. А в этом случае действительно причиной таких неприятных последствий стало случайное обрушение моста. Но благо, никто не пострадал. К сожалению, обрушение мостов происходит из-за ошибок при их строительстве. На фото вы видите случай, который произошел с мостом Сянг-Су в Южной Корее в 1994 году. Не минула это участи мост Нанфанг на Тайване, который из-за коррозии основных частей отсутствия ремонта рухнул 1 октября 2019 года. Очередной пример неправильного расчета и перегруза. И очередное фиаско. Сложно представить ощущения хозяев этого дома, наблюдавших за процессом. Эти работники не учли угол подъема и вес груза. Результат вы видите сами. Самое главное, что эту ледяную глыбу все-таки сбили. Остальное починим. За ваши средства, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...